Дрова вместо бензина. Луцкий изобретатель переоборудовал старую таврию. Мужчина несколько лет совершенствовал свою разработку и теперь существенно экономит на топливе. Ведь 100 километров езды на такой машине ему обходится всего в 20 гривен, это меньше доллара. Как работает печка на колесах, видели региональный корреспондент UATV. Чтобы заправить свою машину Николаю Синюку, не нужно ехать на АЗС. Вот у нас бензин. Собственно, то, что заменяет бензин. Дрова сухие, черешня, береза. Они специально закладываются в бункер. Вот и все. Полный бак. Эту технологию Николай опробовал на отцовском тракторе. Когда все получилось, приступил к переоборудованию своей таврии. За багажником установил специальное устройство. Это газогенераторная установка. Это газогенераторная установка. Она превращает газ в горючий и этот газ заменяет бензин в двигателе. Она работает исключительно на древесном газе, так называемом. А вот сам двигатель Николай не менял. Двигатель полностью родной, только оснащен вместо карбюратора смесителем. Запаса хода хватает без дозаправки дров на 100 километров. Максимальная скорость дровомобиля – 140 километров в час. Получилось довольно неплохо. Машина едет, экономит деньги, иногда вообще бесплатно. Заинтересовала установка и друзей Николая. Дмитрий тоже думает обзавестись подобным авто. Он экологичен, так как продуктом сгорания является СО2 и пар. Насчет безопасности сконструирован так, что высокого давления нет, как в газовых машинах. Уникальный автомобиль Николай еще не перерегистрировал. В региональном сервисном центре МВД его машине удивляются, ведь раньше к ним с такими экземплярами не обращались. Технические внесения сведения о таком виде топлива находятся под вопросом, поскольку информационная система не содержит такой опции, как твердое топливо. Владелец машины признается, на дороге уже встречался с патрульными полицейскими. Останавливали и ничего. Посмотрели, сфотографировались и все. Сказали счастливого пути. На переоборудованной машине Николай наездил уже более тысячи километров. Говорит, главное не забывать брать в дорогу несколько мешков горючего. Светлана Орлова, Денис Филюк из Лусска, ЮЭй ТВ.